Экологический проект зеленой команды «Кока-Кола Хеленик» реализует на территории России уже более 10 лет. Команда компании проводит различные мероприятия, улучшающие в регионах экологическую обстановку. В этом году впервые совместно с дайверами города Анапа и фондом «Доступная среда» мы реализуем этот проект на территории побережья. Такое же аналогичное мероприятие у нас будет проходить в городе Сочи и сегодня на территории Утреческого заповедника здесь, в Анапе. В очистке пляжной территории морского дна от бытового мусора участвовали неравнодушно анапчане-волонтеры. Отличительной особенностью анапских зеленых команд стало участие дайверов. При поддержке фонда «Доступная среда» свою экологическую сознательность смогли проявить и пара дайверы. Шесть человек с ограниченными возможностями здоровья погрузились под воду и двое убирались на берегу. Основная цель нашей акции, этой акции, во всяком случае, показать, что у людей различий нет. Дети, пенсионеры, домохозяйки, директора производства своих, инвалиды. Все люди совершенно одинаковые и все с удовольствием помогают родному, любимому городу. К зеленым командам присоединились гости курорта и анапчане. 40 человек собрали порядка 20 мешков мусора. Дайверы погрузили собранные мешки на катер, который доставил мусор на берег. Помимо ощущения, как рыба в воде, во время погружения пара дайверы получают дозированную циркуляцию легких, улучшение кровообращения, обмена веществ и температурную адаптацию. Это единственная среда, где человек-инвалид, особенно колясочник, может обходиться без коляски. Расслабление всех групп мышц идет, хорошая капилляризация сосудов, у них психоэмоциональное состояние. Когда долго не ныряют, они даже нервничать начинают. Анапский парадайвер Никита Ванков два года назад стал первым инвалидом в России, который получил сертификат международного образца на дайвинг. Никита, который вследствие компрессионного перелома позвоночника, полученного в детстве, вынужден передвигаться на инвалидном кресле, прошел полное обучение по программе и успешно выдержал испытания на открытой воде. Конечно, нужно убирать и город, и курорт. Столько людей приезжают, и многие за чистопой не следят. Море у нас одно, природа у нас одна, мы должны следить за ней. Акция прошла хорошо, над ним мы нашли и бутылки были, и пакеты разнообразные. По всей стране зеленые команды «Кока-Кола Хеленик» выходят на борьбу с мусором, подавая хороший пример окружающим. Своими действиями показывают, что значит ответственное отношение к природе и забота о будущем. Продолжение следует...